Ризотто Этого блюда связывают с появлением риса в Италии. Однако Марко Поло в этом ли проучаствовал? С Сицилии или от арабов начался вкусный рисовый путь, или еще древние римляне использовали его, правда, в лекарственных целях? Первое письменное упоминание о ризотто именно с таким названием – ризотто – датируется лишь 1829 годом. Некто Феличи Лукарси рассказал о ризотто по-милански. А до сей даты только легенды. Первое гласит, что как-то правитель Милана, галатца с форцем, послал герцгу Ферраре в подарок 12 мешков чудного зерна. Итальянский климат оказался идеален для его выращивания. Или, кстати, одно другому не противоречит, но это уже непосредственно к блюду. Забывчивый повар варил рисовый суп и куда-то отлучился. Вода выкипела, получила снежное кушанье с приятным вкусом. К слову, в книге Бартоломео Скаппи 1570 года уже насчитывается более тысячи блюд из риса. Или легенда миланская. В росписи витражей собора Дуома принимал участие подмастерье, который во все краски подмешивал шафран. Так ты и в ризотто когда-нибудь шафран добавишь? Пошутил над ним мастер. Да шутился. На неком торжестве шафран и в ризотто был добавлен. Гости поначалу испугались яркого оранжевого цвета, а потом распробовали. С тех пор, дескать, в ризотто в Милане всегда добавляют шафран. Легендарная классика. Мы же рискнули раскрасить это блюдо совсем по-другому. Чего и вам желаем. Свекла, знаете ли, не только в борщах хороша. Хотя итальянским на все 100% это блюдо уже не назовешь. Свекольное ризотто. Свеклу натереть и обжарить на оливковом масле с добавлением уксуса. Потушить. Лук нарезать, чуть обжарить, тоже на оливковом масле, но в другой сковороде. Добавить морковь, нарезанное куриное филе и рис. Все время помешивая порционно подливать теплый бульон. Когда рис будет готов, присыпать тертым пармезаном и добавить тушеную свеклу. При подаче блюда можно еще раз присыпать сыром. Приятного аппетита и внимания к тонкостям этого рецепта. Итак, рис стоит брать только качественный для ризотто. Рис не моют. Вот так. Доливать только теплый или горячий бульон от плиты не на шаг. Мешать-мешать, не то пригорит. Вкусных вам открытий и, конечно, удачи. С вами была Жанна Соловьева. Пока.